В Афганистане, говорю, вы воюете. Что вы хотите? Мы хотим демократию. Не будет демократии. Не образованный народ. Нищий народ. Там в лучшем случае будет Исламская Республика. Вот она и так и есть. Всем привет, друзья. Как я, собственно, в прошлом году и говорил, наша судьба это все-таки породниться с Афганистаном, обменяться опытом по борьбе с коррупцией и с терроризмом, скорее всего. Наша страна и так прогнила от коррупции, я, честно сказать, даже и не знаю ни одной услуги, которую нельзя было бы купить у нас за деньги. Вопрос только в цене. Но несмотря на нашу коррупцию, на наши проблемы, на бедность населения, на безграмотность, нас, ко всему прочему, просят приютить 9 тысяч военных из Афганистана. Об этом нас просят США. Как вы знаете, США начали вывод войск из Афганистана и талибан там резко начал отвоевывать территории. И даже из-за этого США могут закончить вывод войск буквально через несколько дней. То есть они выводят войска не потому, что все хорошо, а потому, что все очень и очень плохо. И судя по скорости вывода, они там бросают целые базы военные, потому что эвакуация, знаете, такой длительный процесс, который растягивается на года. Надо забрать все оборудование, технику, демонтировать это оборудование и так далее. За такие короткие сроки это сделать в принципе невозможно, поэтому это больше похоже на бегство. Присутствие США в Афганистане толком не дало никаких плодов и как только они одну ногу за порог переставили, сразу террористы начали захватывать власть. Фактически это просто геополитическая катастрофа, о которой все наши алкопатриоты, бегающие с флагом по улице зимой, молчат и настраивают наше население против России, где как раз таки все тихо и спокойно. На нас будут переть с Россией зомби, ну 8 голодной толпы, голодные орды людей будут на нас с Россией переть, поэтому обеспечивать защиту границ это первое, с Россией обеспечить закрытие границ это наша первая задача Казахстана. Казахстан должен выйти из всех этих ОДКБ. Война, например, не дай бог с Россией, это началось. Интересный ты человек, подожди. Интересный. Конечно, Казахстан поддерживает Украину, помогает. Чем помогает? А ну скажи, мне интересно. Морально, материально. Свинорус. Ну давай. Че ты раскричался? Не-не, я говорю, ты кто? Я говорю, Свинорус, че ты раскричался? Я Свинорус? А ты кто? Ну и вообще, сравнивать население России с Талибаном, это как минимум глупо. Тем не менее, полностью игнорируется то, что происходит у нас на юге. А на юге, менее чем за год, Талибаны, скорее всего, полностью захватят власть и территорию. На самом деле, некоторые эксперты говорят, что это произойдет буквально там за считанные месяцы. И это уже происходит, поэтому США и просят нас принять 9 тысяч афганских военных, которые помогали США воевать против Талибана. То есть, это вроде как военные беженцы, которые уже встали на лыжи, понимая всю тщетность положения на своей родине. За военными, естественно, последуют миллионы мирных граждан, которые, ну, не в состоянии жить в этом аду. И прием всех этих граждан, вроде как, должен ознаменовать нашу большую дружбу с США. И США нам не враги, действительно, я хочу заметить, но принимать 9 тысяч военных тоже не стоит. Во-первых, мы не знаем, за какие ценности они воевали, как бы они сами у нас не начали совершать террористические акты и торговать наркотой. Но в лучшем случае, Талибан начнет им мстить и организовывает на нашей территории террористические акты, чтобы отомстить своим противникам и тех, кто принял их. Ситуация в Афганистане действительно ужасающая. Это не тысячи каких-то протестующих, это десятки миллионов людей, которые завтра могут оказаться беженцами. Людей мне жалко, но давайте будем честны, когда США вводили в Афганистан войска, они брали на себя какую-то, наверное, ответственность. Поэтому при выходе они, вроде как, должны позаботиться о своих друзьях. Но просить нас приютить путников с автоматами, это выглядит как-то, ну, по-другому. 9 тысяч человек это очень много, учитывая то, что факт их военной подготовки, он не скрывается, то риск для нас очень-очень высок. И опять же обращаю ваше внимание, что основная проблема у нас на юге, юго-западе. До Афганистана на машине всего 12 часов. 700 километров, если вот взять по прямой. Поэтому не надо думать, что это где-то там далеко. Вопрос того, когда террористы окажутся у нас, это вопрос всего лишь одного дня. Субтитры подогнал «Симон»